Здравствуйте, дорогие зрители канала газета Садовод видео. Сегодня мы поговорим о том, как на даче можно разводить и содержать перепелов для получения свежих яиц, которые очень полезны для детей и пожилых людей и вообще всем людям. Прежде всего надо сказать о том, какие из пород перепелов являются наиболее яйценосными. Это японские перепела, но у них вес маленький и поэтому, если вы собираетесь потом их использовать как птичь, мясо их, то они вырастают до небольших размеров. Перепел породы японский. Живой вес самки до 180 грамм, самца до 150 грамм, яйценоскость свыше 300 яиц в год, вес яйца около 11 грамм. Если японские маленькие несутся довольно часто и имеют небольшой вес, но и небольшой вес самих яичек, а то фараоны, которые по раскраске такие же, как и японские, имеют уже довольно значительный вес и в потрошенном виде составляют уже где-то 145-160 грамм. Яйца у них тоже побольше и поэтому для содержания на даче в сезон, летний сезон, лучше приобретать, конечно, эту породу. Они и более устойчивы к болезням. Перепел породы фараон. Живой вес самки 190-310 грамм, самца 160-270 грамм, яйценоскость до 220 яиц в год, масса яйца от 12 до 18 грамм. Существуют и другие породы перепелов. Техасские смокинговые, манчжурские, английские белые, английские черные. Все они различаются размерами. Размером яйца и яйценоскостью. Теперь поговорим о том, как содержать перепелов, если вы решили их приобрести на летний сезон. Нужно иметь клеточку, которая высотой не больше 15 сантиметров. Более высокая клетка может побуждать их прыгать, взлетать и разбиваться головой о потолок. Поэтому клетки должны быть, соответственно, сделаны таким образом, чтобы мешать этому их поведению. Далее кормить их надо 2-3 раза в день. Из расчета 30 грамм комбикорма на голову. Если вы будете еще заниматься разведением, то для петухов там поменьше, 225 грамм в сутки. Вода должна быть у них постоянно. Чтобы таким образом их содержать, нужны либо опрокидывающиеся такие поилки, которые позволяют постоянно пребывать в воде, и кормушки, которые не позволяют корму далеко разбрасываться. Надо иметь в виду, что наиболее яйценосный период у перепелов – это от 3 до 12 месяцев их возраста. Начинают они нестись с 45-50-дневного возраста и вот до полутора лет. Но вот яйценосность в более старом возрасте спадает. Поэтому, если вы хотите только на летний период приобретать перепелов, то нужно уже тех, кто имеет возраст 3-4 месяца. А дальше придется их либо забивать, либо отдавать тому, кто дальше будет с ними возиться круглый год. Для круглогодичного выращивания перепелов нужно иметь в виду, что после года нужно восстанавливать стадо этих перепелов. Поэтому надо уже задумываться о том, что придется приобретать инкубатор, и тогда обязательно в клетке должны быть, кроме корочек и петухи, из расчета от 3 до 5 корочек на одного петуха. В клетке должно быть место не менее 10 сантиметров квадратных по площади на одну полу птицы. Лучше, конечно, больше. Тогда у них будет яйценосность лучше и расти будет быстрее. Нельзя при содержании пиры плов ставить их в хорошо освещенном месте. Освещение должно быть таким, чтобы они могли разглядеть только корм и воду. Если создать большое освещение, то они начнут клеваться, разбивать друг другу головы. И таким образом будет травмироваться. Еще хотелось бы сказать о том, что перепела, если вы их содержите, должны быть в таком месте, которое не дает при высокой температуре летом им перегреться. То есть должен быть либо большой объем, либо проветриваемое помещение. На улице перепелов лучше не содержать, потому что и птицы пролетающие могут заразить их разными болезнями. Поэтому лучше всего перепела у перепелов содержать в отдельном помещении, там типа вагончика или царайчика, где бы не был доступ к другим птицам. На этом я закончу наше с вами свидание. Подписывайтесь на наш канал. Желаю вам всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok